Один из ведущих диджеев Blackstar и официальный диджеев самого Тимати Филчанский посетил Алматы и порадовал публику своим звездным сетом. Он рассказал о развитии музыки в лейбле и о казахстанских артистах. Подробности смотрите через несколько секунд. В Алматы прилетел один из основных диджеев Blackstar и официальный диджеев основателя лейбла и певца Тимати, диджей Филчанский. Своими громкими сетами он зажег отдыхающих на Шимбулаке и рассказал о работе с артистами во время гастролей и о новой школе в музыке. Несмотря на громкий успех Blackstar, в сети находятся те, кто считает, что музыка у лейбла стоит на одном месте и не развивается дальше. Но, как заверил диджей Филчанский, лейбл только набирает обороты и в совсем недалеком будущем вновь вернет свои первые позиции в топ-чартах. Каждый артист индивидуальный, да, то есть он каждый видит по-своему продукт. Сейчас, конечно, новая школа, все меняется, сейчас переломный момент в музыке. Вот, поэтому, может, я бы не сказал, что результаты хуже стали. Может, конечно, на iTunes как бы не первые места, но я думаю, в будущем будет все нормально. Обратно будет возвращаться и в первые, вторые места. Как отметил Филчанский, индустрия диджеев в России и других странах СНГ совершенно не развита. И пробиться на большую сцену, как в этом амплуа, почти невозможно. К слову, сам артист пока не планирует какие-то коллаборации. с вокалистами из Blackstar ему еще не удалось поработать на зимой и, к сожалению, в ближайшие планы это не вписывается. У меня есть свои задумки по материалу, но пока это не связано с артистами Blackstar, я хочу попробовать свои треки других вокалистов. В команду Blackstar диджей Филчанский примкнул при содействии диджей Мэг, который на тот момент искал себе замену на лейбле. Таким образом, диджей Филчанский переезжает из Краснодара в Москву и кардинально меняет свою жизнь.